Ну что ж, друзья мои, продолжаем путешествие по улице Бривибас. Вот это кафе, в котором мы останавливались в Эрланде. Идем дальше. Здесь все дома советской постройки. Вот эти сталинские послевоенные, мощные дома с высокими потолками. Это уже не центр, нет. Это район Тейки, район ВЭФа, район завода вагоностроительного бывшего. Ночью прошел дождь, даже ливень в некоторых местах, а сейчас 21 градус. Температура поднялась. Возможно, это уже бабье лето, хотят окраны. Но необычная температура для начала сентября. Так, вот тут новая Тейка. Там виден дворец культуры ВЭФа. А вот он. Здесь банк СЭП. Здесь Элкор, спортивная одежда и обувь. С правой стороны, вот там остались во дворе еще несколько цехов вагоностроительного завода. А так он уже снесен. Это было здание административное. И вот он ВЭФ во всей красе. Какие красивые здания у завода. Но от него ничего не осталось. На этом месте отель выстроили, такой маленький. На территории вагоностроительного. И мы будем въезжать на мост. ВЭФовский мост. Воздушный мост. Здесь брусчатка. Еще та старинная. Вот здесь был завод. Тоже рушится. После 90-х не работает. Санканайзвайзная. Делали мотоциклы, мопеды, велосипеды. Вот такой мост. Через железную дорогу. Здесь рели сатексми. Первое депо трамвайное. Ой, как я не люблю это делать. Как трясет на этой брусчатке. Первое югло. Трамвай идет на юглу. И здесь конец улицы Крещеновая. А мы все по Бривиба съедем. А, нет. Мы сейчас будем налево заворачивать. На Перновас. На Перновас. Вот такие дома. Прошлый век. Налево у нас улица Перновас начинается. А там у нас Сэнчо. Улица мимо Покровского кладбища идет. По Крещенбаруна? Ага. Мы будем поворачивать на Крещенбаруна. С улицы Перновас. И нам же нужен угол, как она, Чака и Матиса. Так что она должна быть Чакой. Ясно. Юра передумал. Мы не будем поворачивать сюда. А там вот женский монастырь и храм на этой улочке. Крещенбаруна. Мы поедем на Чака поворачивать. Да. Бывшая Суворова. Налево начинается мост. По-шкалански, по-моему. Да? За Метану сейчас. А вот он. До сюда ходила трамвайка. А еще там остались рельсы. И вот там на углу завод. Бальзамка. Ликер. Не ликер. А латвия с бальзамс. Вот он виден. Вперед будет продолжаться Перновас. А мы будем сворачивать на улицу Чака. Вот это улица. Бывшая Суворова. Чака. Это конец уже улицы. Начинается от привокзальной площади. Но до Авату называется Мариес. И вот здесь спортивная площадка, которую мы снимали. По которой мы с вами гуляли. Замечательное место для отдыха детей. Здесь есть все. Площадки для игр. И для катания. И для малышни. Замечательное место для уже постарше ребят, да. Но даже вон малыши на каких-то катаются в самокасиках. Малыши как раз и хотят. Хотят подражать, да. Здесь два входа. С этой стороны и с улицы Тербатес. Нет, Крещенбарна там. А вот сейчас мы пересекаем Таллинос. И вот там на углу не видно будет, наверное. Нет. Там на углу Сбривебас. Новая Гертруда. Вот. С левой стороны школа. Перед ней парк цветочный. Зейданю. Дарс. И мы будем пересекать. Артиллерия, по-моему, да, улица? Да, да. А здесь вот в углу парка памятник Александру Чаку, в честь которого названа улица. Это наш паэт латвийский. По парку этому мы тоже с вами гуляли. Там интересный такой фонтан с лягушками. Вот такая улица у нас Александра Чака. Нам нужно доехать до Матиса угла и повернуть к детскому миру, к бывшему детскому миру. Вот. Теперь это... Раньше революция была улица. Сейчас это Матиса. Вот она. Мы сейчас будем направо поворачивать. Здесь везде столбики стоят, ограждая велосипедные дорожки. Такой вот красивый домик. Ну что ж, пока!